О, да это же тис. Я всегда хотела тис в нашем саду. Да, мне тоже нравится. Тебе не холодно? Может плед принести? Нет, не холодно, спасибо. Сейчас и рыбу принесут. Надеюсь. Ты очень проголодался? Даже очень. Я не знаю, как сильно проголодался, а ты? Значит, чуть-чуть и я тебя так съем. Отчасти человеку хочется поесть. Ну, то есть, чистый воздух, живописный вид. Согласна. А, ну вот, рыбу внесут. Выглядит отлично. Спасибо огромное. Спасибо. Очень вкусно. Да, немножко горячо, но я справлюсь, поем. Ох, я очень проголодался. Я в один заход всю эту съесть могу. Взяла бы ты тоже себе белую рыбу. Ее здесь отлично делают. Ты должна это попробовать. Правда, очень вкусно. Замечательно сделали. Объедение. Ты чего как аристократ-то кушаешь? С вилкой и ножом ты удовольствие от рыбы не получишь. Давай прям как я. Руками кушай. Так вкуснее будет. Ну же. И с луком рыба объедение. Лук ты тоже поешь. Рыбу с луком надо кушать. Ой, я очень проголодался, клянусь. А ты не голоден, что ли? Ну же ешь. Ой, я наелась. Вот это поим, и больше есть не буду. Когда ты сказал, что очень голодна, я не поверил. Там осталось. Я очень смешно выглядела. Нет. Красиво. Ну то есть ты красива. Спасибо. Ну пути хаваламов. В турцаках. А, ты о семье своей не рассказывал. Сколько вас? Один брат, одна сестра. То есть ты младшая, да? Младшая обычно самая избалованная. Мама то же самое говорит. Но отец не позволит мне быть избалованным. Он строгий. Главное, что твой отец в жизни. Твой отец скульптор. Что? Ну, твой отец скульптор, как и ты, да? Нет. Он столяр. О, хорошо. А у него есть мастерская? Есть. Но она маленькая. Хотела бы увидеть, мне нравится запах древесины. Как-нибудь сходим. Мы почти дошли. Ты ведь предложишь мне чаю? Конечно, предложу. А как еще? К тому же я тетушку Севги увижу. Да. Кемаль, что ты здесь делаешь? Я... Это... Берат тоже знает Кемаля? Что значит знать? Кемаль мой лучший. Мы на остановке познакомились. Мы с остановки дружим, да, Берат? Да, на остановке познакомились. Точно, они же в одном и двум же месте работают. Спасибо, Берат, он мне нашел работу. С тех пор мы с ними дружим. А я не знал, что вы знакомы. Вы чего на ногах-то стоите? Садитесь. Да, Берат, присаживайся, чай принесу. Нет, нет, мы пойдем. Ну, то есть нам идти нужно. Нас на остановке-то ждут. Мне господин Ахмед звонил, он Берата тоже искал. Вот как раз. Мы пойдем. Нам идти нужно. Я пойду тогда. Мы пошли. Увидимся. Увидимся. До встречи. Помнишь, ты про Тис говорила? Вот туда посадим. Было бы хорошо. Ну, а ты разбираешься в этом? Все не так плохо, как с ремонтом Машютки. Ну, тогда ладно. Э, Кадер, им же стыдно будет. Сюда иди. Мама. Твоя дочь адвокатом хочет стать, но, кажется, она с автобусником будет. Как тебе не стыдно? И что там такого? Он работает, чтобы деньги заработать. К тому же он студент. Он архитектором станет. Да он врет, чтобы сестра на нее внимание обратила. А, как ты, Дри? Ой, классно, знаешь. Нет, я смотрела, нет. Ну, ладно. Я тогда пойду. Завтра я Тис принесу, дело решим. Договорились. Ты уходишь, сынок? Да, тетя Севги. Увидимся. Всего доброго. Увидимся. Здравствуйте. Эээээ, Хэмаль? Бират? Ух ты Значит, он всю ее зарплату украл А она ничего не говорила Хорошо, что я был рядом с ней Да Я увидел, что она мои деньги не принимает А если она не заплатит, я выкину с дома Ну, я ей отдал все, что у меня есть Ну, и почему ты не сказал, что ты не машутчик? Ну, брат, я же говорил Она деньги не приняла Меня на маршрут отправили Ну, я там тусовался для правдоподобности В какой-то момент соврал, теперь правду сказать не могу Ничего себе Что случилось, а я не знал об этом А в деревне ты что делал? В деревне? Я ключи тебе хотел отдать Мимо них проходил, решил заглянуть Ты бы еще чуть отдохнул Зачем торопиться? Нет, брат, рука выздоровела, все нормально К тому же дома скучно, я работать хочу Ладно, как знаешь Пойдем, покушаем Нет, брат, хот-даун ждет, я пойду Ну, ладно, тогда увидимся Я сказал, что выздоровел, но не настолько же Извини Ладно, увидимся Увидимся, пока Береги себя Сестра, ноги убери Ну, сестра Ты чего такая молчаливая? Ничего не расскажешь нам? Что рассказать? Не знаю Он шофер, но, честно говоря, очень красивый этот Кемаль Сестра, ты не о Кемаль думай, ты мне тесты свои принеси Посмотрим, где ты ошиблась там Ладно, иду Нет, ну честно Он на хорошего похож Этот Кемаль Красивый Ну да, есть такое Ну Мама, я воды пойду попью Тебе что-нибудь принести из кухни? Нет Спасибо Бахар, вызов Ну же, успокойся Все позади А, Кемаль пришел Любимый Где тебя носит Кемаль? Хандан Ты не знаешь, что со мной произошло? Посмотри на меня Что случилось, дорогая? Я едва не столкнулась с машиной Тормоза не сработали Я едва не умерла, любимый Удачной работы Спасибо Ейба У меня дома кухонного комбайна Да нет Я решила здесь быстренько сделать Сестра Зухра Я уже заканчиваю Сейчас я сделаю И все, за работу Какая же ты молодец, Назера Какая же ты у нас умелиться, однако О, Йелдыс Что же ты здесь делаешь? Ферман не приехал? Нет, не приехал Он у мамы остановился Говорит, раз уж до сюда доехал Побуду немножечко у мамы Ну хорошо, это же его мама Он должен ее повидать Я это во двор-то вынесу Накрою И до вечера так подсохнет Назера Ты до прихода Усмана Кузана все это сделаешь Сама понимаешь, он такие вещи не любит Ты мне дай, сестра Назера Я сама сделаю Ой, спасибо огромное Я тогда едой сейчас займусь Эх, бедняжка Она уже не знает, чем себя занять Она такая хорошая Ладно Да, Тунч, я уже у дома Все, отбой Сейчас познакомимся с этой тетей Зухрой Прошу вас, здравствуйте Здравствуйте Я Эйлюль Я новый дизайнер вашей компании Я тут переехала недавно Господин Джанет сказал Если будет нужна помощь, моя мама все решит Здравствуй, доченька Проходи, проходи Я пришла не предупредив Вы уж извините Да ничего, доченька Мы познакомились Хорошо, что пришла Да, конечно Не стесняйся Почаще приходи Спасибо вам огромное Я в Измире жила Недавно в Анкару Переехала Мне тут ковры нужно вымыть Хотела узнать у вас Знаете ли вы Хорошее место для этого А, да, конечно Мы сейчас тебе поможем Назира 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 Принеси мой блокнот И мои очки, пожалуйста Ты иди, Назира Я с кофе справлюсь Спасибо, моя хорошая Да, я вполне согласна с этим Ну и когда планируете Чем раньше, тем лучше, честно говоря О, Назира Это ведь то, что вы просили Да, вот, возьмите Спасибо огромное Сейчас я тебе и скажу Прошу Спасибо Спасибо Вот номер этого человека Назира запишет и отдаст вам Когда вы будете уходить Спасибо Ну и помощница нужна, конечно же Хорошо, расскажем Назире Она найдет Было бы хорошо Мне нужна доверенная Хорошая, молодая Чтоб я с ней еще и дружила Ну, допустим, какая-то Которая уходит А, нет, вы неправильно поняли Она здесь не работница Она наша дальняя родственница, доченька Ой, извините, пожалуйста Я просто, когда она кофе принесла Я подумала, что, ой Мне так неловко стало Надеюсь, она этого не услышала Да нет, это мы виноваты на самом деле Надо было познакомить вас Здоровья вашим рученькам Объедение Приятного аппетита, доченька Наша Назира очень вкусные реваны делает Я словно дома себя почувствовала Чай, десерты и тому подобное Вы очень помогли мне, тетя Зухра Спасибо огромное Ну, конечно, мы поможем тебе Ты себя одиноко не чувствуешь, хорошо? Когда хочешь, приходи к нам Все же, в большом городе В одиночку жить нелегко Селим? Фарида? Что ты вообще здесь делаешь, а? Фарида Знаю, ты говорил, чтобы я не приходил У меня проблемы, девка Мне срочно нужны деньги Но, Селим, я же говорю, у меня нет денег Почему ты не веришь мне? Я между жизнью и смертью, Фарида Меня преследуют, угрожают Попроси, господина Джунейта Это вопрос жизни и смерти Очень приятно было познакомиться Приходи еще Да, приходи еще Конечно, обязательно Буду вас у себя тоже ждать Спасибо вам еще раз огромное за все Увидимся Увидимся, доченька Ты не расстраивайся, а? Я найду решение Спасибо, Фарида Спасибо Эй, Люль, дорогая Ты по тропинке можешь на свою улицу выйти Какая воспитанная девушка Мне она так понравилась Сама красавица Поведение По-моему, молодые девушки Даже вы такие, как госпожа Эйлюль Фарида? Иди сюда, доченька А некоторые должны оставаться такими, какие они есть Вот, например, Фарида Она у меня как бриллиант Она у нас более красивая Более воспитанная Мама Зухра Если вы не против, я могу ненадолго прогуляться? Конечно, не опаздывай, хорошо? Привет, Фарида Здравствуй, Наргиз Как дела у тебя? Как мама? Нормально, спасибо А, Селин про тебя спрашивал? А, да-да, мы увидели с ним, знаю Господин Джунейд свободен? Да, он у себя Увидимся Войди Джунейд? Фарида? Ты-то откуда взялась, моя хорошая? Ты поужинать вместе хотела? Нет, я не для этого Я... Что случилось? Проблемы какие-то? Думаю, что-то случилось Да нет, нет У меня к тебе просьба небольшая есть Говори, дорогая Это не для тебя Поверь Мне очень стыдно просить, но... Селим Он в ужасном положении Ему срочно нужны деньги Он говорил, это вопрос жизни и смерти Я хотел узнать, может, ему аванс выдадут Хорошо, дорогая Сейчас же решу Пятьсот лир хватит? Пусть бухгалтер пятьсот лир мне отправит Спасибо, Джунейд Не за что Раз уж ты здесь, покушай, потом пойдешь Ладно Я, пожалуй, пойду, Джунейд Вам сразу меня переживать будет Ладно, дорогая Еще раз спасибо тебе Ну что ты Он же твой друг Скажи ему, если будут проблемы Пусть сразу ко мне обращается О, Фарида Привет Я хотел счета проверить, но... А я уже выхожу Увидимся 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 Береги себя Господин Туч, простите Разве я мог знать, что все так получится? Молчи, не отвечай Об этом надо было думать до того, как ты каких-то выродков притащил на парковку нашей компании Ты по уши влип, оно видно Разве я знал, что все так будет? Прости, господин, прошу В этот раз, из уважения к господине Фариде, я закрою глаза Но в следующий раз не прощу Иди расплатись по долгам, чтобы закрыть это дело Иначе Вылетишь отсюда Спасибо огромное тебе, господин Я сейчас же все решу И больше не буду влезать в эти дела, честное слово Отправь, пусть исправят вот это Хорошо Я скажу им А у вас с Фаридой были какие-то планы? Я все испортил? Нет Она по другому вопросу приходила По какому? Знаешь друга Фарида Селима? Ага Который у нас на складе работает Ему деньги нужны были 500 лировонцам выдал, имей ввиду Хорошо Это Фарида везучая, однако Почему? Ты крупная шишка гигантской корпорации Ты сильный Успешный Известный Один твой взгляд и все женщины твои Но ты смотришь на Фариду Ну а это Фариды Должно быть иметь что-то, что заинтересовало тебя Именно так Она такая особенная Ты удивишься, когда узнаешь, какая она особенная Твоё сердце остановится, когда она посмотрит на тебя Когда я понял, что влюблен Фариду Я понял, что все эти годы искал именно такую Понимаешь, кузен? А, ты пришла? Добро пожаловать Возьми Это всё? Это всё, что господин Джиней дал? Сэйлим, а чего ты ещё хотел? Там половина твоей зарплаты Если бы мне столько денег нужно было бы Я бы к Джинейту тебя не отправлял Мне больше нужно Хватит, Сэйлим Это всё, чем я могу помочь Ладно, удачи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...